Полёты — правдивая история. Там люди летят на Луну, но только летят не там на крыльях коршуна, то есть не совсем реалистично. И, конечно же, они там находят лунные существа-селениты и даже вступают с ними в небольшую войну, то есть всё про возвестники Звёздных войн. А в 17-м столетии, можно сказать, появился первый по-настоящему научно-фантастический роман знаменитого писателя Серано де Боржерака, вы, наверное, слышали о нём, «Иной свет» или «Государство и империи Луны». Чем интересен его роман? Он немножко сатирический, но главное то, что он предложил достижение Луны при помощи пороховых ракет. А ракеты тогда уже были известны. Ракеты изобрели китайцы за 2000 лет до Серано. То есть они их применяли в качестве пороховых снарядов, запускали фейерверки и так далее. В общем, он впервые предложил идею — давайте полетим на Луну на ракете. Так и произойдёт. Немножечко о наблюдениях Луны, потому что в докосмическую эру, как мы знаем, как первый спикер рассказывал, люди наблюдали небесные тела. Это страница из рукописи Леонардо да Винчи, конец 15-го столетия. И вот мы видим половинку лунного диска, зарисованного его рукой. Как уже упоминалось ранее сегодня, возможно, он мог наблюдать её в подзорную трубу в телескоп, потому что описание телескопа он оставил в своих записях, но мы достоверно этого не знаем. И мы видим, что Леонардо здесь изобразил как тёмные низины такие, лунные моря, их так и назвали. Ну, считали, что там есть вода и что они заполнены водой. И вот Луна такая вот достаточно чётко изображена у него и точно. А первое по-настоящему детальное изображение Луны оставил нам никто иной, как великий Галилео Галилей, не изобретатель, пожалуй, телескопа, как уже говорилось, а просто человек, который догадался его направить на небесные тела. Он был астрономом-итальянцем, и Галилей смог даже зарисовать кратеры, мы видим, смог зарисовать линию терминатора, так называемую, линию между светом и тенью, между свещённой и затенённой сторонами Луны, различные лунные фазы таким образом изобразил. Очень неплохо для 14-кратного телескопа. А вот более подробная карта его младшего современника Джованни Кассини. Это уже конец 17-го столетия, а Джованни Кассини уже располагал гораздо более мощной аппаратурой телескопической. Он вот зарисовал Луну во всех подробностях. Мы даже видим лучи, расходящиеся от кратеров Тихо и Коперник, вот в южном полушарии Луны. И, пожалуй, венец докосмических исследований и мечтаний Луны — это, конечно, всем вам знакомый великий французский писатель 19-го века Жюль Верн. Жюль Верн, пожалуй, может считаться первым, кто подвёл фантастику под науку. То есть он стал первым научным фантастом. Его родственник, французский математик, произвёл специально расчёты траектории полёта к Луне, скорость, которая необходима для её достижения, и помог ему в написании этого романа. Поэтому у него действительно всё научно. Единственное ненаучное — его герои, трое смельчаков, летят вот в этом полом алюминиевом снаряде на Луну, запасшись кислородом, водой, пищей. И даже у них была собака, которая потом благополучно сдохла в пути. Им пришлось открывать иллюминатор и выбрасывать её в космическое пространство. Весьма рискованно. Так вот, его герои летят на Луну при помощи снаряда, выпущенного из гигантской пушки Колумбиады. Эта пушка, по сути, гигантская вертикальная шахта, на дно которой положили пороховой заряд и выстрелили настолько быстро, что она достигла второй космической скорости, облетела вокруг Луны, и жизни они там не обнаруживают. Джуль Верн был на высоте научных знаний своего времени. Он догадывался, что моря Луны сухие, вот эти низменности, что атмосферы там, скорее всего, нет. И они просто возвращаются на Землю, и как в будущем экипаже кораблей «Аполлон» эта троица, стартовав с полуострова Флорида, приводняется в Тихом океане, их подбирает корабль военно-морского флота США. Всё как по «Аполлону» ровно сто лет спустя. Вот такие потрясающие провидения. Конечно же, кинематографисты первые не обошли своим вниманием Луну. Это кадры из знаменитого немого фильма «Жоржем Илье», где описываются путешествия на Луну. И встреча, и сражения всякие с селенитами, с лунными жителями. Краткометражный фильм, вот этот символ Луны, в который ударил снаряд, и вывод, к сожалению, немножко повредил её, стал символом, пожалуй, и немого кино, и лунных исследований. А теперь немножко поговорим о теории, о том, как в реальности можно полететь на Луну. Ведь туда мы полетели ни на пороховом снаряде, ни на птицах, ни на крыльях. Мы полетели туда при помощи ракет, многоступенчатых ракет. И поговорим немножко в самых общих чертах о том, как можно полететь на Луну. Во-первых, то, как лететь на Луну, зависит от того, для чего мы летим на Луну. Если мы летим на Луну для того, чтобы остаться на её орбите, это одна задача. Если мы летим на Луну для того, чтобы просто обратно её сторону сфотографировать, потому что она невидима с Земли, и вернуться к Земле обратно, чтобы передать фотографии, это совсем другая цель. Ну и посадка тоже бывает немножко разной. Вот. Самое важное, о чём мы должны задуматься, прежде всего, это как выстрелить и попасть в Луну. Дело в том, что Луна перемещается по своей траектории, как здесь видно. Здесь вначале показана Луна во время старта космического корабля, вот его траектория. Луна в первый день, Луна во второй день, и Луна во время прибытия корабля. В среднем перелёт между Землей и Луной, а расстояние там около 400 тысяч километров, длится около трёх суток. На третьей сутке вы прибываете к Луне со второй космической скоростью. Я напомню, что для того, чтобы оторваться от силы земного притяжения, нам нужно развить скорость около 11 километров в секунду, и тогда мы начнём перелёт к соседнему нашему небесному телу. Так вот, мы должны прицелиться в ту часть небосвода, грубо говоря, куда Луна придёт через как раз к моменту окончания нашего путешествия к ней. Вот типичный пример схемы полёта к Луне. Это схемы, использовавшиеся кораблями Аполлон в 60-70-е годы. Во-первых, сначала запускался корабль на низкую опорную орбиту. Возьмём пример корабля Аполлон. И на этой опорной орбите проверялись все системы корабля. Орбита была невысокая, около 200 километров. После этого корабль стартовал к Луне. Причём выводила его, он, естественно, не своими двигателями туда летел, выводила его к Луне третья ступень ракеты. Вот она здесь запускалась. Той гигантской ракеты Сатурн-5, которая состояла из трёх ступеней. Первые две выводили корабль на низкую колоземную орбиту, а третья включалась и запускала его, уже разгоняла его до второй космической скорости. И был ещё важный технический нюанс. Если мы говорим о кораблях серии Аполлон, то есть всем наиболее известных, корабли должны были перестроиться. То есть вот мы здесь видим третью ступень ракеты Сатурн-5, и в ней находится лунная кабина, лунный модуль. Вот тот самый жук, на котором садились на Луну с четырьмя лапами. И командный модуль, в котором находились космонавты, должен был развернуться и состыковаться с лунным модулем, вытащить его, вывезти его из такого ангара импровизированного. И уже в этой связке они летели к Луне. Почему два аппарата, а не один, везли астронавтов, мы поговорим чуть позже. Это очень интересно. Во время пути к Луне и автоматические станции, и вот Аполлон, на примере которого мы разбираем этот вопрос, проводили коррекцию траектории. То есть нужно было на определенное время включить двигатель, маршевый двигатель корабля, вот похожий сопло, похожий на гигантский колокол, включалось. И корабль немножечко корректировал траекторию так, чтобы прибыть на Луну к моменту, во-первых, восхода на Луне, восхода Солнца, чтобы Солнце освещало под достаточным углом, освещало рельеф местности. И там еще были свои нюансы. Это был важный тоже момент. И когда корабль уже приближался к Луне, какой вопрос возникал? Во-первых, если мы хотим остаться у Луны, мы должны выйти на ее орбиту, мы должны снизить скорость так, чтобы начать кружить вокруг Луны. Правильно? Для этого необходимо затормозить. Вот мы здесь видим на картинке, не совсем четко показано, два корабля, лунный модуль и командный, они разворачиваются так, чтобы двигатель основной на самом Аполлоне, на так называемом командном модуле, смотрел вперед по ходу движения, и находясь за обратной стороной Луны, они включали свой тормозной, вот этот вот двигатель для торможения, скорость падала, и корабль становился искусственным спутником Луны. Вот. И уже после этого можно было говорить о посадке. Хотя садились далеко не все аппараты, и сейчас садятся далеко не все. Это весьма затратно и не всегда нужно. Вот. Но тут все опасности не кончались. Когда корабль подлетал к Луне, собственно говоря, когда первые запуски к Луне, извините, начались в 60-е годы, ученые столкнулись с тем, что первые роботы, и американские, и наши советские, они вдруг начали сбиваться с курса, их расчетные параметры орбит вдруг различались на целые километры, и, соответственно, ненормально посадку совершить на лунную поверхность, ни рассчитать орбиту невозможно. Плюс орбита становилась очень-очень нестабильной. Аппарат мог через несколько витков вокруг Луны просто упасть на ее поверхность. Что в чем дело, да? На Луне открыли такое интересное явление. Вот, пожалуй, тот случай, когда только космонавтика, а никак не наблюдательная астрономия, позволит нам сделать открытие в космосе, избежать опасности. Так называемые, вы их видите здесь выделены красным, линии масконов. От английского mass concentration — концентрация массы. Грубо говоря, там вещество на Луне более плотное из-за магмы от древних извержений, из-за концентрации метеоритного вещества. И вот в таких местах, где более плотная концентрация вещества, аппарат немножко будет сбиваться с курса, его как бы будет больше притягивать. И необходимо это принимать во внимание. А вот в 60-е годы для ученых это было, честно говоря, холодным, таким неприятным сюрпризом. Холодный шок испытали. Вот. Но мы подошли, допустим, мы вышли на нашу окололунную орбиту. Астронавты выдохнули. Вы, если смотрели научно-популярные фильмы о полетах на Луну, вы помните, пожалуй, что вот они заходят на обратную сторону Луны, где им нужно затормозить. И Центр управления полетом в Хьюстоне, и в жены астронавтов, и все замиранием сердца сидят у радиоприемников. Дело в том, что между Землей и Луной, если корабль над обратной стороной Луны, не может быть радиосвязи. Кто знает почему? Потому что Луна правильно блокирует радиосигнал. Луна — это шарик диаметром в 3,5 тысячи километров. Каменный шар такой, да? Соответственно, астронавты должны были, грубо говоря, в автономном режиме контролировать работу бортового компьютера и не допустить того, чтобы двигатель проработал либо слишком мало, либо слишком долго. И мы возвращаемся к вопросу, почему нужно было лететь на двух кораблях. Почему летел, грубо говоря, Аполлон, командный модуль, вот этот самый корабль с большим двигателем, и лунная кабина, похожая на жука. Почему не полететь сразу на большой сигарообразной ракете, как из старых детских комиксов, грубо говоря, сели, взлетели, да? Так, в принципе, можно, но это огромные затраты энергии и колоссальные запасы топлива, которые придется вести с собой, и потом поднимать с Луны уже ненужную массу, отработавшую свое. Решили иначе. Интересно, к этой схеме еще в двувоенные годы пришел советский ученый Юрий Кондратюк, и независимо от него инженер из НАСА Джон Хубольт, который в 1960 году предложил с большими трудностями, с немалым количеством сломанных копий и бессонных ночей, руководство НАСА убедил принять схему двухаппаратного полета. Когда к Луне одна ракета запускает два аппарата, лунная кабина садится. Вот вы видите слева лунную кабину. Не удивляйтесь, я не перепутал ориентацию снимка. А лунная кабина переворачивалась вверх ногами после отстыковки, чтобы астронавт третий, остававшийся на вот этом корабле, мог проверить состояние корабля. Но и здесь видно, что лунный корабль состоит из двух частей. Это взлетная ступень и это посадочная ступень. Собственно говоря, аппараты разделялись. Главный корабль оставался на окололунной орбите. Третий член экипажа дожидался своих товарищей, валял за них и фотографировал заодно Луну. А больше ему делать было нечего. Например, Майкл Коллинз, пилот командного модуля Аполлона-11, официально назвал себя самым одиноким человеком во Вселенной. Когда он один в этом корабле, рассчитанном на трех, представьте, заходил за обратную сторону Луны, невидимую из Земли. Ни радиосвязи, ни товарищей, они где-то там на Луне. Прийти им на помощь сам он не сможет. И он говорил, это было совершенно невероятное чувство по какому-то эмоциональному напряжению. Просто было страшно и тоскливо. Но он это преодолел как-то в себе. Итак, наш аппарат готов к посадке. Кстати, вот эти странные штуки у него, как бы провода, это на самом деле щупы. Они включались за буквально 2 метра до лунной поверхности, чтобы дать автоматическую команду на выключение посадочных двигателей. Да, разъясню немножечко о посадке на Луну. В чем она не похожа на посадку на Землю? Дело в том, что на Земле есть атмосфера. Раскрыли парашют, сели, как вот корабль «Союз» сел вчера с Андреем Борисенко. То есть приземлились без всяких проблем. В случае Аполлонов приводнились на водную поверхность. На Луне ни воды, ни атмосферы. Все. Показывается, садится на тормозном ракетном двигателе. Включается двигатель внизу корабля, и он сбрасывает скорость нашей кабины, нашего жука, до всего лишь 3,5 футов в секунду. Это около 1 метра в секунду на самом конечном этапе полета. Вот здесь написано. И корабль совершенно спокойно опускался, 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 пока вот эти щупы не касались поверхности и не давали команду выключить двигатель. Он тогда крайние 2 метра, последние 2 метра, он буквально легко пролетал и касался Луны с небольшим таким вот ударом. И астронавты, конечно же, контролировали этот процесс. И у них был специальный радар, который с высоты 3 километров постоянно мониторил высоту спуска, соответственно. То есть чтобы у них постоянно обновлялись данные о расстоянии до Луны. Ну вот, собственно говоря, они на Луне. И, собственно, эта посадка принципиально ничем не отличается ни от посадки китайского лунохода в 2013 году, ни от будущих посадок космонавтов и астронавтов на Луну. Принцип тот же. И тут нужно сказать, что вот мы видим здесь посадочную ступень, она уже больше никуда не полетит, топливо и окислитель в ней израсходованы. И вот, пожалуйста, тормозной двигатель. А взлетная кабина — это то место, где находятся астронавты, где они одевали и снимали свои скафандры, куда они забирали, собственно говоря, груз лунного грунта. И вот именно только эта часть взлетала в конце миссии на поверхности. И следы астронавтов, они останутся на Луне в отсутствии атмосферы и активных геологических процессов. Там все очень-очень-очень медленно меняется. И они останутся там миллионы лет, в буквальном смысле слова. Так что, может быть, следующее поколение нас попадет туда, может быть, наше поколение в качестве космических туристов сфотографироваться рядом со следами Нила Амстронга. Так что, кто знает. Интересно, что взлет с Луны часто задают вопрос, вот как засняли взлет с Луны, да, почему, как они видели это вообще. Кто снимал, кто телеоператор. А телеоператор на самом деле был не человек. Дело в том, что вот такие вот кадры, которые многие из нас видели, когда, видите, пиропатроны взрываются, отделяют по взлетную ступень, она работает, на ней двигатель, только его след не виден здесь, его работы. И она взлетает с Луны вертикально. Это снималось автоматической телекамерой, которая стояла на лунном автомобиле «Ровер», который использовали в трех последних экспедициях на Луну, с Аполлона 15 по 17. На первой экспедиции не снимали в таких кадрах. Эта камера работала, ей управлял оператор из Центра управления в Хьюстоне. Он просто поднимал и опускал ее, чтобы следить за взлетом. И поэтому никакой мистификации, мистики, конечно же, здесь нет. Снимала камера. Вот наша кабинка, изрядно уже облегченная, изрядно поредевшая, скажем так, взлетает с Луны, чтобы состыковаться, сойтись на лунной орбите с основным кораблем. После этого кабина сбрасывалась, она больше уже была не нужна, и аппарат устремлялся к Земле. Ну и интересно, почему здесь фотография Сэра Исаака Ньютона, я сейчас поясню. Это цитата, собственно говоря, одного из участников полета Аполлона 8, первого полета людей к Луне и вокруг Луны. Джим Ловел, наверное, вы знаете о нем. Джим Ловел был командиром Аполлона 13. Это человек, которого сыграл Том Хэнкс. Так вот, Джим Ловел, тот настоящий, не Том Хэнкс, он сказал, а теперь нами управляет Сэр Исаак Ньютон. Он сказал это после того, как астронавты включили снова главный двигатель корабля Аполлон, чтобы разогнаться для достаточной скорости, чтобы покинуть уже лунное притяжение и попасть в сферу притяжения Земли. Тут мы должны помнить, что Луна имеет силу тяжести в одну шестую от земной, и ее сфера гравитационного влияния, как бы сфера, где она вас захватит, как паук-муху, да, в своей тене-то, и обязательно вы к ней поблизости, около от нее пройдете. Это всего лишь 70 тысяч километров от центра Луны, около того. А вот сила притяжения Земли наступает уже после этой невидимой границы в космосе, и там уже дальше, если вы разогнались до достаточной скорости, все решает закон всемирного тяготения, ни более, ни менее. Поэтому Сэр Исаак Ньютон им был в помощь, и весьма сильно. Вот. Теперь мы немножко поговорим о истории полетов на Луну. Для меня это вот как человека, который особенно интересуется историей космонавтики, это особенно интересно. Первая высадка на Луну — это первый полет в сторону Луны, еще далеко не высадка. Это советская станция Луна-1 в 59-м году пролетела в 6 тысячах километров от Луны и стала первым искусственным спутником Солнца. Ее назвали мечтой в советской прессе. Второй лунник, очень похожий на первый лунный аппарат, доставил такие небольшие вымпелы, вот вы здесь их видите, возможно. Они разлетались от удара на лунную поверхность, и таким образом Советский Союз доставил вымпелы со своим гербом на поверхность Луны еще в 59-м году. Луна-3, я упоминал о ней, это первый аппарат, который облетел вокруг Луны, сфотографировал ее темную или обратную сторону Луны. Вы, наверное, знаете, что она невидима с Земли из-за особенностей орбитального вращения Луны. Луна вращается всегда, будучи повернута к Земле одним своим полушарием. И Луна-3 передала первые снимки обратной стороны Луны. Опять-таки, никакая наблюдательная астрономия с Земли этого сделать не смогла бы. Первая высадка на Луну, тоже советская. К сожалению, через две недели после кончины Сергея Павловича Королева он так мечтал увидеть эту миссию. Первая мягкая посадка на Луну, вот посадочный аппарат, Луна-9 передал первые панорамы лунной поверхности. И было доказано, что Луна действительно твердая. На Луне можно ходить, и на Луну можно посылать людей. Они там не провалятся в многокилометровый слой пыли. Были и такие опасения. Ну, американские аппараты, аппарат Рейнджер, он фотографировал Луну. По сути, гигантский фотоаппарат по мере того, как он падал на ее поверхность. Падал, 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 пока не разбился, посылал на Землю фотографии. И аппарат Сервейер-3, вот он рядом с астронавтом, с Аполлоном-12, Алланом Бином. Они его посетили через два года после его посадки. Это был посадочный аппарат, с помощью которого американцы достигли мягкой посадки на Луне. Наша советская орбитальная станция Луна-10, она кружила там целый месяц вокруг Луны. Американские орбитеры, лунар-орбитеры, они проводили детальную фотосъемку для будущей высадки астронавтов на Луну. И сделали это с потрясающей четкостью. Там разрешение было до двух метров, по-моему, минимальное на фотографиях. Ну и, пожалуй, кульминация, вершина роботизированных полетов к Луне действительно непревзойденная. Это высадка первого лунохода, их всего было два. И доставка образцов лунного грунта. Таких миссий было три. Вот эта взлетная ступень, она как у лунного модуля взлетная кабина, она взлетала, вот эта часть. После того, как вот этот бур забирал образец грунта, колоночку грунта весом около 100 грамм, и доставлял его в этот шарик, шарик запечатывался, взлетная ступень взлетала. Возле земли шарик совершал мягкую посадку, ну то есть отделялся от ступени, совершал мягкую посадку, его команда подбирала на территории СССР спасателей. Ну и Аполлон, Сатурн-5, либо Н-1, советская ракета для лунных полетов. Почему Сатурн-5? Да просто потому, что Н-1, к сожалению, взлетела слишком неудачно, она четыре раза запускали ее в космос, вот эту гигантскую советскую ракету, высотой более 100 метров, она была размером сопоставима с этой, американской, и четыре раза она взрывалась на первых секундах после взлета. Лунную программу пришлось свернуть, и официально объявили, что мы так-то на Луну и не стремились, собственно говоря. Стремились, еще как. Алексей Леонов, наш великий соотечественник, действительно первый человек, вышедший в открытый космос, время первых посмотрели, наверное, да? Вот Алексей Леонов должен был стать командиром первой высадки на Луну. Не сложилось. Советская лунная программа. Вот этот корабль быстренько, это вам, наверное, узнается, здесь корабль «Союз». Это, собственно говоря, и была лунная версия корабля «Союз», на борту которого были черепахи. Эти черепахи стали до Аполлона-8, за три месяца до Аполлона-8 первыми живыми существами, которые облетели вокруг Луны в автоматическом режиме, вернулись на Землю, пережили двадцатикратные перегрузки при посадке и, в общем-то, утерли нос экипажу Аполлона-8. А так должен был выглядеть советский лунный аппарат. Он назывался «Лунный корабль», «Лунная посадочная кабина». Она состояла из посадочной ступени, излетной ступени. Все, как у американцев, только размеры настолько малы, что оставалось место лишь для одного исследователя. Вот он в сравнении с американским лунным модулем. Видите, насколько он меньше. Слева наш, справа их. И, в общем, в реальности произошло вот это. Аполлон-8 в декабре 68-го года, как раз на Рождество, полетел, облетел вокруг Луны. Десять раз, десять витков по орбите вокруг Луны совершил и вернулся. И в завершении нашей лекции пару слов о том, летим ли мы туда в 21 веке. Летим. Во-первых, наш корабль-федерация российский, создаваемый Роскосмосом, весьма активно, кстати, разрабатываемый Роскосмосом, будет летать как на МКС, так и на Луну с экипажем, по-моему, четыре человека в 2020-е годы. Первый автоматический полет по околоземной орбите, его состоится вот в 2021 году. Американцы разрабатывают Орион. Орион полетит в автоматическом режиме вокруг Луны, выйдет на окололунную орбиту и будет проверять там все системы, отрабатывать в 2018 году. Всего ничего осталось ждать. Скоро мы увидим лунный корабль, пусть пока в беспилотном режиме, но лунный корабль возвратится на Луну в следующем году. Возвратится он на этой гигантской ракете. Видите, насколько она большая. Вот она в сравнении с Сатурном-5 и с Шаттлом. Шаттл крохотный. Про нашу ракету «Союз» вот вообще вот она такая была маленькая. И на ней полетит, на ее верхушке полетит корабль «Орион». Она очень мощная для этого. Вот полетим мы туда для того, чтобы построить там окололунную орбитальную станцию. Но это хотят американцы сделать. Она будет постоянно с экипажем с четырех человек, такая вот небольшая двух-трехмодульная станция, вращаться по орбите вокруг Луны, возможно, по полярной. И там будут работать, скорее всего, международные экипажи. Ведутся переговоры с Роскосмосом, с Европейским агентством космическим по поводу того, чтобы совместно отправлять туда астронавтов. Но для чего мы туда летим? Не для самоцели. Мы летим туда для этого. Путь на Марс лежит через Луну. Это официальная программа, это не просто мои слова, это официальная программа НАСА. Сначала отработать все миссии вот на такой скромной маленькой станции, и уже после этого с окололунной орбиты, которая очень хорошим трамплином для этого, если хотите, является, отправлять межпланетные миссии на Луну. Нам нужно научиться жить в глубоком космосе. А окололунное пространство — это глубокий космос. Поэтому прежде чем лететь на Луну, летим на Марс, летим на Луну. Ну и, пожалуй, здесь все. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое, Дмитрий. Я только еще хотел буквально пару слов сказать. Вот здесь, если у кого есть фотоаппараты, камеры и телефоны, сфотографируйте. Здесь интересные ссылки о кораблях. Во-первых, здесь Apollo Archive. Это архив всех фото, видео и текстовых материалов у программы Apollo. Очень советую там покопаться. На английском языке очень интересно. Официальный архив НАСА. Здесь страницы НАСА, с сайта НАСА о ракете-носителе новой и о корабле Orion. Здесь основные книги по Луне. Извините. Вот, пожалуйста, три ссылки. Фотографируйте, кто хочет. Это очень интересно. Здесь три книги. Ну, всем извешенный Жюль Верн. Даже молчу. Всем советую почитать. Книга знаменитого Эндрю Чайкиной «A Man on the Moon». Она пока существует только в английском варианте. Если читаете на английском, скачайте, купите, почитайте. Человек на Луне считается лучшей книгой в программе Аполлон. И книга «Как Apollo летал на Луну» тоже на английском языке. Это лучшая книга, считается, о технической стороне миссии Аполлон. Ну, и здесь пара фильмов. «Аполлон-18» псевдодокументальный. Просто посмеяться, посмотреть на наш лунный модуль на их Луне. Не более. Там есть советский лунный модуль, лунная кабина. Просто посмеяться. А эти два фильма — это лучшие два фильма о Луне. «Аполлон-13» из Земли на Луну Тома Хэнкса. Ну, и можно меня найти. Я являюсь одним из администраторов большой такой развивающейся активной группы о космонавтике ВКонтакте, Space Immigrant. И мы активно публикуем там материалы. И вы можете меня найти там. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ